Добрый день. Меня зовут Абдулаев Пахчур Саидевич. Я работаю доцентом кафедры патологической анатомии Самарканского государственного медицинского института. Мы сегодня начнем цикл лекций, посвященных заболеваниям почек. Первая лекция касается общей характеристики заболевания почек. Почек человек – уникальный орган, который выполняет ряд функций. К ним относится экскреторная выделительная функция, вторая – осморегулирующая функция, третья – ионорегулирующая функция, четвертая – эндокринная функция, пятая – метаболическая функция и последнее участие в кроветворении. Ежедневно в норме за день через почки проходит от 1700 до 2000 литров крови. Образуется при этом от 120 до 150 литров первичной мочи. И выделяется вторичная моча примерно в количестве 1,5-2 литра. Для осуществления этих функций почки имеют своеобразное строение. Основным функционирующим единицей почки является нефрон. В нефроне каждой почки насчитывается около 1 млн нефрон. Каждый нефрон состоит из нескольких частей. Это клубочки, капсула шумлянского баумена, система канальцев, переходящая один в другой и т.д. Клубочек представляет собой ничто иное, как скопление капилляров, по которым протекает кровь. Петли капилляров, составляющих клубочек, погружены в полос капсулы шумлянского баумена. Капсула имеет двойную стенку, между которой имеется полос. Полос капсулы проходит непосредственно в полос канальцев. Большая часть нефронов расположена в корковом веществе почки. Только 15% нефронов расположено на границе между корковыми и мозговыми веществами. Таким образом, корковое вещество почек состоит из нефронов, кровеносных сосудов и соединенных тканей. Канальцы нефронов образуются что-то подобие петли, которые проникают из коркового вещества мозговое, где располагаются выходящие канальцы, по которым моча, образующая с нефрон, выводятся в почечные чашечки. Мозговое вещество образуют так называемые почечные пирамиды, вершины которых заканчиваются почечными сосочками, выступающие в полос малой почечной чашечки. На уровне сосочков происходит объединение всех почек и канальцев, по которым выводится моча. В почках происходит фильтрация, при этом реабсорцией подвергается глюкоза, аминокислоты, витамины, ионы, кальция и калия и другие вещества, которые необходимы для жизнедеятельности организма и играют важную роль для сохранения гомеостаза организма. Классификация заболеваний почек. Заболевание почек подразделяется на следующие группы. Первое. Заболевание, начинающееся с поражения клумбочков, которые называются гламуролопатиями. Гламуролопатии бывают первичные и вторичные. Вторая группа заболеваний – это заболевания, начинающиеся с поражением канальцев стромы, тублопатии и тублоинстерциальные поражения. К ним относятся острый канальцев и нефроз, или же келенифрид и другие. Третья группа заболеваний – это заболевания, начинающиеся с поражения сосудов, сосудистые заболевания почек. К ним относятся артериосклеротический нефросклероз, инфаркты почек и другие. Четвертая группа – это порог развития почек и, наконец, пятая – опухоль почек. При заболеваниях почек наблюдаются почечные синдромы, к которым относится следующее. Первое – малые почечные синдромы. При малой почечной синдроме наблюдаются изменения в моче, характеризующиеся протеомиурией, гематурией, ликоцитюрией. Второе – артериальная гипертензия. И третье – отёки. Изменения в моче, артериальной гипертензии и отёки относятся к малым почечным синдромам. Большие почечные синдромы характеризуются нефритическими изменениями, к ним относятся гематурия, протеомиурия – менее 3 грамм в литр в сутки и артериальная гипертензия. Нефритический синдром, при котором наблюдается протеомиурия с лишним 3 грамм в литр в сутки, гипопротеинемия, онкотические отёки и гиперлепидемия. Третье – острая почечная недостаточность. И четвертое – хроническая почечная недостаточность. При почечных заболеваниях наблюдаются синдромы, сопровождающие поражением почек. К ним относится синдром почечной колики. Второе – гепатеринальный синдром. Третье – синдром длительного раздавливания, по-другому ещё называют Краш-синдромом. И четвертое – легочно-почечный синдром или по-другому называют синдром Пасчера. При заболеваниях почек в почках наблюдаются следующие типовые патологические реакции. Первое – гиперклеточность. При этом наблюдается гиперклеточность за счет пролиферации мезингеальных и эндитиальных клеток. Гиперклеточность сопровождается лейкоцитальной инфильтрацией. Кроме этого наблюдается пролиферация эпителиальных клеток капсулы с формированием полулуния. Вторая группа патологических реакций называется изменение гломерулярной базальной мембраны, которая характеризуется утолшением за счет синтеза ее компонентов вокруг иммунных депозитов и интерпозиция мезангия. Третья группа патологических реакций – это отложение в клубочках различных веществ, в результате чего наблюдается гиалиноз, амилоидоз и липидозы. Четвертая группа патологических изменений – это тромбоз в капиллярах и, наконец, последняя – склероз клубочков, часто сочетается с гиалинозом. В виде повреждения почечных клубочков в рисунке приведена вот под буквой «А» показан нормальный клубочек. Рядом с ними – пораженные клубочки. Поражение клубочков указано черной краской. Поражение может быть глобальным, сегментарным, дефультным и фокальным. Нормальное строение почек клубочков показано в данной микроскопической картине. При заболеваниях почек может развиваться острая почечная недостаточность. Это синдром, характеризующийся следующими изменениями. Первое. Бристым – этот синдром развивается очень быстро, но потенциально является обратимым. При этом резко снижается функция почек. Наблюдается гиперазотемия и многие другие нарушения гомеостазия, а также функции различных органов. Этиологические факторы острой почечной недостаточности. Первое – интоксикационные факторы. Интоксикации могут быть лекарственными препаратами, солями тяжелых металлов, многоатомными спиртами, свободным миоглобином, свободным гемоглобином. Вторая группа. Этиологических факторов острой почечной недостаточности. К ним относятся инфекционные воспалительные факторы. К ним, в частности, может бывать специфические бактериальные вирусные инфекции, пионефроз, холера, септикопиемия. Третья группа – нарушение геомодинамики. Классификация острой почечной недостаточности. Они делятся на три группы. Первая – приренальная почечная недостаточность, вторая – ренальная почечная недостаточность, третья – посринальная почечная недостаточность. Патагонист шоковой почки. Шок Шок любой этиологии приводит к нарушению внутрепочечной гемодинамики. В результате развивается ищемизация коры. В результате этого происходит снижение скорости клубочковой фильтрации и некроз и петели из летних канальцев. Это приводит к нарушению архитектоники нефрона и почек. Патогенез – ренальная острая почечная недостаточность. Инициальный фактор – некроз и петели из канальцев, который развивается в результате токсического воздействия и воспалительного генеза. Различают четыре стадии острая почечная недостаточность. Первая стадия – начальное действие архитектологического фактора, которое происходит первые несколько суток. Вторая стадия называется стадия олигоанурии. Оно развивается от пяти суток до трех недель. Третья стадия называется восстановление дуирида, которое происходит через 2-3 недели. И, наконец, четвертая стадия называется стадия выздоровления. Кшоковая почка характеризуется увеличением размера почек, отеком, полнокровием и выраженным вот таким красно-багровым цветом. Почка в норме слева и некроз и петели из витых канальцев справа. Морфологическая особенность почек в зависимости от причин острой почечной недостаточности следующая. При Краш-синдроме происходит накопление в просвете канальцев миоглобина в виде аморфных масс. При гемолитической почке происходит накопление в канальцах гемоглобина в виде аморфных масс или в виде кристаллов. При отравлении этиленгликолом в просвете канальцев накапливаются кристаллы оксалата кальция. При отравлении сульфанинамидами сульфанинамидные кристаллы в просвете канальцев накапливаются. При сулемовой почке наблюдается массивное отложение солей и кальция в участках некрозы и петели из витых канальцев. Хроническая почечная недостаточность – это синдром, который характеризуется медленно прогрессирующим необратимым утратой функций почек. Он обусловлен постепенной гибелью нефронов с замещением их соединительной ткани, в результате чего развивается сморшивание почки. Этиологические факторы хронической почки недостаточности. Первая – первично сморшенная почка, развивающаяся при атеросклеротической и артериосклеротическом нефросклерозе. К ним относятся гипертоническая болезнь, симпатическая артериальная гипертензия, атеросклероз почечных артерий и сахарный диабет. Вторая группа – вторично сморшенные почки, развивающиеся при рожейхозаболеваниях почек. К ним относятся гламурный неферит, пиелонеферит и амилайдоз. Третья группа – порог развития почек. Четвертая – наследственные заболевания почек. Пятая группа – опухоли почек. Гипотеза интактного нефрона. Гибель части нефронов с компенсаторной гипертрофией сохраненных участков нефрона. В сохраненных нефронах увеличивается скорость клубочковой фильтрации за счет расширения аферентных и повышения тонуса эферентных артериалов. Происходит ускорение перемещения жидкости по канальцам и сокращение времени пребывания в контакте с канальцами эпители. А также развитие резистентности к алдостерону и антидиоэтическому гормону. Длительное повышение гидростатического давления в клубочках интактных нефронов вызывает их повреждения в виде дилатации фокального гламурного склероза с последующим снижением скорости клубочковой фильтрации и замеканием порочного круга. Дальнейшее уменьшение количества функционирующих нефронов приводит к олигоурии и застинюрии. Затем развивается уремия. Хроническая почечная недостаточность – это прогрессирующие необратимые повреждения клубочков, в результате чего наблюдается компенсатор повреждения клубочковой фильтрации, связанной с повышением давления в капиллярах от оставшихся клубочков. Сопровождается развитием компенсаторной гипертрофии. Затем наступает склероз оставшихся клубочков, что приводит к развитию уремии. Хроническая почечная недостаточность приводит к сморшиванию почек. Сморшенная такая почка показана слева на рисунке, справа нормальная почка. Стадии хронической болезни почек. Различают пять стадий хронической болезни почек. Первая стадия характеризуется признаком поражения почек, в том числе изменением мочи. Кроме того, наблюдается визуализирующие методы исследования, что наблюдается при нормальной или повышенной скорости клубочковой фильтрации. Во второй стадии хронической болезни почек наблюдается снижение скорости клубочковой фильтрации до 60 мл в минуту. В третьей стадии скорость клубочковой фильтрации уменьшается до 30 мл в минуту. В четвертой стадии до 15 мл в минуту. А в пятой стадии, которую называют терминальная почечная недостаточность, наблюдается снижение скорости клубочковой фильтрации клубочков до 15 мл в минуту. Клинические проблемы хронической почечной недостаточности. К ним относятся уремия, снижение скорости клубочковой фильтрации, гиперкалимия, экскераторный ацидоз, снижение эндокринной функции, то есть выработка эритропоэтина, каликриинов и т.д. гипорегенераторная анемия, гипокальцемия, нарушение белкового, углеводного, липоэтного и других видов обмена. Экстрарейнальные проявления хронической почечной недостаточности. К ним относятся изменения в коже. Кожа становится середоватой зеленого цвета. Далее, второй, уремический полисейрозит. В первую очередь это касается уремический миокардит и кардиомиопатия. Третье, системное поражение с листьев оболочек шерстного тракта. В результате этого развивается фарингит, гастрит, энтроколит. Четвертое, системное поражение с листьев оболочек дыхательных путей. Сопровождается уремическим ларингитом, бронхитом, трахеитом и т.д. Макроскопически наблюдаются следующие изменения. В рисунке 1 покажена уремическая пудра. Это когда на коже лица накапливаются различные соли в результате повышения потоотделения. В рисунке 2 показан отек входа в гортань при уремии. В рисунке 3 показан фибринозно-очаговое пневмоние при уремии. И, наконец, пятое в рисунке, в четвертом рисунке, фибринозный гастрит при уремии. На этом наша лекция заканчивается. Спасибо за внимание.